Всем здравствуйте, дорогие друзья! С вами Герман, канал Акомарачи. И в этом видео я хочу приготовить березовое шампанское по рецепту Fishing Pro Геннадия. И нам понадобится на полтора литровую бутылку, 9-8 изюма без косточек, штучек, горбушечка черного хлеба, вот такая вот она, обычная горбушка, и сахара, 1 столовая ложка. И естественно сам березовый сок, который у меня уже профильтрован и стоит в пятишечке. Так, ух ты, даже подтянуть его не могу, сейчас, секунду. Вот он, красавец, вот он. Фильтровать я буду два раза, один раз я его уже профильтровал, и буду фильтровать, когда буду заливать еще в бутылке. Сейчас я все засыплю, все залью, и мы продолжим. Вот что у нас получилось, дорогие друзья. Я залил, получается, березовый сок. Сразу же скажу, что я делаю это первый раз. Я никогда не делал из березового сока квас или шампанское, но в итоге это назвал, ну как бы это квас, горбушечка хлеба, и естественно вон там видно на дне изюм. И сахар, столовую ложку прям с горкой, на одну полторашку. Итак, потом, естественно, когда я это все сделаю, я протестирую вкус и, естественно, буду тестировать на видео. Теперь что мы делаем? Мы теперь сдавливаем бутылку, снимаю один, поэтому сори, что так получается. Сдавливаем бутылку, вот так вот выпускаем воздух полностью, и закручиваем пробку. Потом мы ставим куда-то это в теплое место, ждем пока бутылка надувается, расширяется, стравливаем воздух пробочкой, опять сдавливаем и закручиваем. И когда она уже второй раз надувается, мы спускаем ее бутылки в погреб. И там она доходит уже до состояния готовности от полутора месяцев до двух месяцев. В погребе можно хранить такую штуку, как я вычитал, до года даже, с ней ничего не случается. Оно дойдет, это шампанское, до своей консистенции. Мы с вами, естественно, на видео откроем, попробуем, и я скажу, дельный это рецепт или не дельный. Но я думаю, что рецепт офигенный, бомбезный, и будет все супер. Поэтому всем спасибо, подписываемся на канал, и до скорых встреч. Пока-пока!